Это что такое? Ого! Что тут лежит? Все зрители канала Бридж были большими умницами в этом году и заслужили новую часть лайки Санта Клау, Дед Мороз. Вот так, ребят. Ну, слушайте, ну, раз я сегодня маленький эльф, пойду, значит, выполнять просьбу танцы. Сделаем вам подарочек на Новый год. Ну, что, ребят, как вы там, а? Что вы там кушаете? Что у вас на столе? Что делаете? Что ждете? Какой еще подарочек на Новый год? Все рассказывайте, давайте, делитесь. Создадим новогоднее настроение. У меня пока это все по-простому, как обычно. Вот, сижу, пью. Juice. Juice это water на самом деле. Кто хочет еще себе сделать подарочек, можете купить мой мерч, кто не видел. Новая коллекция, я токсик. Делайте подарочек себе, близким, родным, друзьям. Всем-всем-всем. Ну, давайте я с вами тоже чем-то поделюсь, что у меня есть на столе. Ну, только блеск. Давайте вам тоже блеском дам чуть-чуть. Салатиков пока еще нет, еще не приготовили. Но скоро, я думаю, будет. Салатами тоже вас накормлю, но уже в Телеграме. Вот вам блеск. Давайте, наливайтесь вот детское шампанское. Набирайте тарелку с салатом, можно это батон икры. Окей, летс го! Как обычно, лайки меня очень радостно поприветствуют. По-новогоднему, по-веселому. С кибиди-тоилетом. Вы только знаете, что меня пугает? Вот сняли бы дома, вот вообще как бы без проблем. Все, хорошо? Но, походу, это было снято в общественном тоилете. Вот бедные люди, вот как им после этого в туалет-то ходить, когда там побывал лучше с кибиди-тоилет? Там все хоть точно стерильно потом будет, а? Ахахахаха, я в лагере. У скибиди-тоилетов появились целые лагеря? Все, ребят, берегитесь. Оглядывайтесь, поднимайте сидушки, потому что не дай бог потом вам на такое попасться. Банда. Мне брат и сестра никогда не пердели в лицо. Фу, что за кринж? У нас тоже никогда такого не было. Прям такое разочарованное удивление. Сколько же ты клевых семейных моментов выпускаешь, а? Не пердишь им в лицо. Ну, знаете, как говорят, ну вот все зависит от воспитания. Родители, походу, палку перегнули чутка и вот так наказывают своих детей. Или, может, наоборот, играют, судя по их выражению, лица. А потом они друг с другом так же, все. Кто я такая, чтобы судить? Ну, ладно, пусть пердят, господи. Пусть он строит семейное отношение, семейное счастье. Три, два, один. Обычно пукни. Подливой пукни. Пукни как робот. Настроение в лайке и правда новогоднее. Все, вот видно, что все после новогоднего стола, ребята. Что-то все скушали, понимаете? И у всех болит одно место. Пусти шептуна. Пукни как толстый. Пукни как леди. Так, хорошо. А как пукнуть вот как брат с сестрой? Все, идите переснимать, пока мы всю классификацию не увидим. В полсилы, в полсилы. Ладно, давайте о чем-нибудь позитивном все-таки поговорим. С приятными звуками. Вот, например, я нашла звезду лайки. Всем привет, я Настя. Я новая звезда Лики. Мне 4 года. Я только учусь снимать эстетику. Учусь, Латка, да? Только учусь снимать, я уже такая умница. Уже все так хорошо получается. Уже и мыло для посуды показала, и сухарики показала. Удаляет жир. Ну, вот это то, что надо нам сейчас для экрана после всех тех прошлых видео. Я просто 4 года даже читать не могла. А она уже его написать умеет. И снимать эстетику. Ну, просто золото. Ну, вот бы все в лайки просто брали и снимали эстетику, а? Вот только в комментариях было очень много возмущений, что кто-то посмел назвать себя звездой лайки. Ты не звезда. Эстетика у тебя. Ты плохая и не звезда. Ну, что за мир такой жестокий, а? Ну, снимаешь себе эстетику? А ты уже плохой. Кто тебе сказал, что ты звезда? Я сама вижу. Ты не звезда. Я звезда. Ты никакая не звезда. Звезда тут Мия Бойко и Блэк Пинк, поняла? Я бы еще поспорила, кто у нас тут эта звезда. Вы думаете, вот эти ваши Блэк Пинк смогут так вот эстетично снять гречку и гель для мытья посуды, а? Мне кажется, у них и близко не получится то, как сделала вот эта наша маленькая девочка. Поняли? Но не только эстетику. Сейчас очень модно снимать в лайки. Буллинг вообще до сих пор остается самым главным трендом во всем приложении. Ой, это было больно. Садка, вставай. Давай все, давай, давай, все. Сейчас все получится. Вот девочка вот выложила видео, как она упала с турника. И она в конце даже сердечко не забыла показать. Вот видимо знак, чтобы мы за нее не переживали, что с ней все в порядке. А комментаторы? Извини, но... Ахахаха, ей больше не наливаем. А что, тут лайки кому-то еще и наливают? Это напрямую в трансляциях, что ли? Я там тук червяков видела. Вопрос, девочка, а ты бухала? Я не делала того, что ты думала. Походу, лайки очень весело всем, когда кому-то больно. Мне ее жалко, тебе не больно? Больно, спасибо, что за меня поволновалась. Ну ж моя маленькая. Ну ты как вежливо пишет. Зайка, тебе не больно? Очень больно, зайка. Ничего, я поглажу по головке. Сейчас все пройдет, моя хорошая. Давайте поглажу все. Знаете, что бывает гораздо страшнее вот этого? Когда буллинг процветает в самих видео. Контент-то они из первого Б? Давай на твой контент посмотрим. Мне очень больно, не могу на это смотреть. Еще и аккаунт злого комментатора. Не забыли упомянуть, что вот все перешли. Каждый увидел. Каждый перешел на страницу этой маленькой девочки и написал, какая она дура. И кринж. Я не знаю, действительно ли начала этот буллинг вот эта взрослая девушка из видео. Потому что похоже, что это какой-то фан-аккаунт. Но буллинг сработал. Потому что под видео 9148 комментариев. И все дружно ставят эту маленькую проказницу на место. Я очень сильно надеюсь, что автору этого видео получилось все-таки оправиться от этого ужасного комментария этой маленькой девочки. Но боюсь, что сама эта маленькая девочка еще очень нескоро оправится от всего этого буллинга. Но зато будет знать, как потом называть чужие видео кринж. Фу, кринж. Он все будет знать. Вот так мы ее, вот так комментариями закидаем. Видео снимем. С темной, ну, туда-сюда. Ребята, я нашла ее. Самую богатую девочку в лайке. Боже, дорогая, расскажи нам о себе. Мы хотим знать все. Выживи один день из жизни самой богатой девочки в России. Боже, как ты живешь? Скажи честно, вот это родители тебя заставляют каждый день работать и содержать всю семью. Это моя подруга Даша, и она богатейшая девочка в стране. Посмотрим, сможешь ли ты жить как она. Фу, ну, давайте посмотрим. Не знаю, конечно. Испытание номер один. Выбери образ на день. А, ну, слушайте, ну, это правда сложный вопрос. Ну, миллион долларов. Ну, наверное, толстовку выберу. Она такая симпатичная, вообще удобная. Я ответила правильно? А, да вы что? Это означает, что у меня примут список самых богатых девочек? Два. С каким телефоном ты пойдешь в школу? Ну, подожди, дорогая. Тут их, как бы, минимум шесть. Ну, не знаю, там. Ну, с розовым пойду. Ну, ну, что? С каким еще, господи? Выберу новенькую. Вот я тогда их соберу. Да, да. Спасибо большое. А это что, старые? Ну, выглядели как новые. Хе-хе. Что, меня теперь не возьмут в клуб богатых? Выбери машину, на которой ты поедешь в школу. Ламба и Мерседес. Что-то какая-то скукота. А где пони? Не, я в такое не сяду. Ну, что это такое? И вообще, когда уже легкие вопросы-то пойдут? Серая еще, к тому же. Ой, ужас. Лучше комментарии почитаю. Самый богатый это Илон Макс в мире. Точно, это же Илон Макс, у нас самая богатая девочка в мире. Что-то опять нас в лайки надурили, а? Если бы ты была самой богатой девочкой, ты бы по-любому попадала в журнал. Уровня Форбс. Самая богатая девочка в мире из Вилли Вонки. А кто-нибудь аккаунт девочки из Вилли Вонки можешь скинуть, пожалуйста? Хоть узнаю, чем она там зарабатывает. Работа по номерам. Фриланс, если интересует. ТГ. Бесплатно. Работа по номерам? Я только это картинки по номерам знаю раскрашивать. А что, теперь по ней зарабатывать можно? Ну, прогресс, слушайте. Это надо Форбс. Ага, все, я поняла. Мы теперь узнали, как они заработали свои миллионы. Все, вот вам реклама. Ну, ладно, короче, ребят, на самом деле, мне надо с вами кое-что очень серьезно поговорить. Я не знаю, кто такие Барбоскины, но даже в лайке у них какой-то, знаете, какие-то семейные трамы начались. Просто какие-то семейные страсти, ужасы. Все в лайке сидят и смотрят какой-то сам сильный контент, какой-то фигнюс. Я не знаю, как вам это показывать, но это кошмар. Семья сходит с ума. Ммм, какая. Аху. Ой. Ой-ой-ой, там что-то показали. А он стоит и смотрит, и не стесняется, а. Ну, вообще, какой ужас. Какая точная. Ой-ой-ой. Это же малыш, что-то, девочки. Что такое? Что за ужас? Наша какая. Гу в кроватку. Ладно, дети, ладно. У них там, как бы, знаете, еще это развивается в голове все. Может, еще не понимают. А папа? Папа не стесняется. Папа выставил все наружу. И мы на это смотрим. Что? Ой, какая она сладенькая. Я бы с ней в кровати. Ух. Только жене не показуйте. Крайше, дорогой, не покажем. Ты нам тоже не показывай, пожалуйста, эти ужасы. А то это я в лайки как отправлю. Вот как они увидят и как это все заблокируют, понял? Вот будешь знать. С другой стороны, я даже не знаю. Может, нам им спасибо надо сказать. Вот они стоят на страже наших рекомендаций. И не пропускают всякую дичь. За нас ее смотрят. Ну, что-то у меня ощущение какое-то, знаете, вот этих комментариев. Что вот они главные потребители такого контента. Так еще и показывают всем. Какой кошмар. Наглость выше крыши. Кис. Ков кроватку. У себя такие сочные. Хочу их съесть. Зай, малыш, дружок, как вам. Только не налетайте. На нее она моя. Дядя, в таких шикарных вязаных вещах меня, конечно, больше всего удивило. Чтобы вы понимали, даже дедушка здесь наследить успел. Гоу-ка мне в гости, червячки покажу. Ой-ой-ой. Какая горячая штучка. Тимофей, ладно, тебе два ненормальных. Но ты куда? У тебя есть Роско? Все, ребята, все друг другу успели изменить. Понимаете, даже Барбоскиных поглотил этот лайки. Короче, я этих видосов нашла слишком много. Я все смотреть, конечно же, не могу. Но у меня к вам просто одна просьба, ребята. Кто-нибудь, пожалуйста, спасите эту семью Барбоскиных. Им уже нужен семейный психолог. Но за кого я переживаю даже больше, чем за Барбоскиных, так это за тех, кто попал в хаус ашек. Ага. Принимаем с хорошим качеством с 12 лет или чуть старше. Опа. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. И что вы думаете? В комментариях сотни анкет от девочек, чтобы их приняли в хаус ашек. Имя Полина, возраст 12 лет. Под Аегис Хиру 1, лимитированный. Имя Юля, возраст 12. Черон Бэйби Плюс и Пасито 2. Миля 11, Суон. Что это все такое? Я не знаю ни слова. Будто читаю какое-то заклинание. Со вкусом энергетика буду покупать Аегис Нано Плюс. Примите? Кто-то только собирается покупать. Еще не купил. Может, еще есть шанс не попасть? Можно, пожалуйста, пожалуйста? Марьям 11. Однораска. Сейчас не дома. Как буду, скажу название. Умеет делать трюки. Пять трюков! Господи, а это в хаусе ашек, что ли, там трюки какие-то учат делать с этими ашеками? Это как? Вот так вот, типа? Во, вот это. Вот так уж. Те самые трюки, да? Очень надеюсь, что я угадала. Господи, сколько здесь анкет, я боюсь. А со скольки лет можно? Ты не принята все равно. Ну, конкурс у них, ребят, конечно, похлеще любого Гарварда и Принстона. Интересно, а примут ли меня? Ну, в общем, я им написала, и знаете, я потеряла любую веру в это приложение. Все, что было, оно мертво полностью. Итак, фейс-контроль здесь не просто так такой строгий, а потому, что они тебя принимают в группу, а потом просят присылать кружки. Ну, как это назвать? Хороший, типа они должны показывать, потому что они показывают каждый день и присылают кружки, как они это делают. Я вам блюрну весь этот кошмар, ребят, но боюсь, что даже от этого вам легче не станет. Весь телеграм-канал просто завален кружками от детей и тем, как они ошкудируют, скажем так. Знаете, это чувство, когда утром просыпаешься, берешь свой подик или одноразочку, берешь и... Вообще кайф. Я в какой-то момент очень сильно испугалась, что вот это все, что мы видим, это придумал какой-то взрослый и сгоняет туда вот всяких вот маленьких детишек. Но нет, это все ведет ребенок знакомства. Я Лера и мне 14 лет. Порюсь 10 лет. То есть уже 4 года. В данном случае Ашка. Потом через какое-то время там еще одна девочка появилась. Сколько тебе лет? 13. Мне рано ли курить? Родители знают. Блядь, и что? Ой, верим. Я-то уже испугалась, господи, я-то думала родители не знают. Не следят за ребенком, господи, фу, слава богу, ну все. Из этих комментариев мне еще удалось запечатлеть одну такую небольшую драму. Почему меня из хаоса удалили? Так надо, значит. Я не у тебя, спрашиваю. Ну, допустим, я попросила, чтобы тебя удалили. Так что я сделала, чтобы меня удалили? Вот именно ничего. А то, что я поссорилась с тобой, то это ничего не имеет против хаоса. Во-первых, ты мне много раз говорила, что у тебя пот сломан. И что ты бы делала в хаосе без пота? Фу, боже, у нее пот сломан. Господи, она не парила два дня? Нам тут такие лохушки не нужны. Бай-бай. Ну, сломан и чего? У меня есть много других. Если один пот сломан, то это не значит, что мне нельзя снимать видео. Короче, у них, видимо, условия снимать видео. И пока ты снимаешь видео, ты в клубе. Только что появились тогда у тебя ничего не было. Ты как тупая умпа-лумпа засунула ушную палочку в испарик. Что такое, господи, ужас. Виллионка весь день преследует, ребят. Что такое? Во-первых, тебя не должно. Что я с ним сделала? А во-вторых, я потом через два дня купила новый пот. И один мне подарил друг. Все? В группу ее так и не добавили. И слава богу, ребят. Фух, господи. Ну, об ужасах поговорили. Давайте теперь уже что-нибудь праздничное посмотрим. Вот у детишек в лагере сейчас, кстати, очень это веселое настроение. С первым снегом, папа наш. Решили папе в выходной принести новогоднее настроение прямо в постель. Понимаете? С доставкой. Ну, какие же заботливые, а? Ну, видишь, что папа на седьмом небе от счастья. На Новый год без снега сейчас вообще, как бы, знаете, не обойтись. А еще на Новый год не обойтись без всяких интересных рецептиков к столу. Нутелла и огурец. Так, Нутелла и огурец. Мажем огурчик. Ага, мажем. Ну, мазал. Класс. Можем конфету. Вкусно. Это огурец. Супер. Ну, вот на случай, если вы не любите огурцы в оливье, ну, что из них можно сделать? Ну, вот обмазать нутелли. Сразу конфетка получится. Точно тогда вкусно будет. Давно на палке. Потом поносик. Не знаю, ребят. Кто пробовал, ребят? Расскажите. Стоит мне такое Кириллу делать. Ему понравится? Опа, а тут у нас какой-то магический рецепт. Запоминаем. Поцелуй свой палец. Скажи имя своей мамы. Подпишись на меня. Поставь лайк. Поделись этим видео. Напиши комментарий. И посмотри на палец. Так, интересно. Это фейк. Не едитесь. Ребята, не верьте. Это фейк. Да быть не может, что фейк, а? Вы просто делитесь с нами. Не хотите, что с вашим пальцем произошло, да? Вот я, кстати, один тоже такой магический рецепт знаю. Подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк на это видео. А еще подпишитесь на мой телеграм-канал. И потом 1 января под вашей елкой будет подарок. Да, все правда. Можете сами проверить. Лайки решил меня еще чуточку помучить. Хоть школу я закончила 8 лет назад, но эти красные чернила все еще вылезают в ленте. Сегодня мы проверяем с белого Машу. Девятая написана неправильно. За буквой Е, а потом О. И еще с большой буквы? Угу. Поставлю пол плюсом. Тут надо написать точку. И пятерка пишется вот так вот получше. Как, как тебе? Точку и пятерку получше? Вот сюда вот можешь показать? Код правильно. Дом тоже правильно. Арбуз пишется с буквой А. Ставлю минус. А сирень пишется с буквой И. За всю работу Машеньке поставлю четверку. Фух, ура. Да, она все-таки проверила. Капец. Такая домашка большая была. Я думала, она ее никогда до конца не проверит. Теперь понятно, почему она дебилова. Проверяем с белого Машу. Какие дети строгие пошли в комментариях. Хорошие учителя, может быть, это выйдут. Но не только красная ручка мне возвращается в кошмарах, но еще и форма. Неделю хожу в школу в разной форме. Так. Ну, белая рубашка, штанишки и корсетик. Ага. Ну, что, клево. Ну, почему бы не скрасить себе вот так настроение для этой формы? Выглядит неопрятно. Не позорьте, пожалуйста. Что за кринги? Выглядит ужасно. Мятая рубашка. Корсет вообще не в тему. Круги под глазами. Просто убили. Ну, круги под глазами это вообще часть формы. А что вы хотели, да? Вот мы все так ходили. А еще, походу, в ленте я наткнулась. Да, спойлер. Новый серий по беремену в 16. Го, пес. Для других ощущений. Го. Другие ощущения. Очень милые ощущения такие. Добрые. Но знаете что? Смутило меня не видео, а смутили меня комментарии. Видно, оба ушли после пятого. Никнейм какой-то. Пиши мне в ТГ, если ты девочка. Что? Сынца не монтажника. Никнейм. Пиши мне в ТГ, если ты девочка. Опять? Еще писать не научилась, а уже ребенок. Пиши мне в ТГ, если ты девочка. Какой-то очень странный байт. Ну, как бы все-то тут не чисто, да? Я написала этой девочке. Угадаете, что случилось? Привет, я Аня, мне 13. Я в маленьком городе живу, ты его не знаешь. Как дела? Ты подругу ищешь? Дяаа. Какое-то время этот аккаунт меня поигнорил. А потом, как написал? Без контекста и с каким-то очень рандомным набором сообщений. И вы мне предлагаете верить, что это пишет девочка 15 лет? Это как-то подозрительно, да? Терпение лопнуло. Вау, а ты правда садистка. Ау. Смотреть на это я даже не могу. Сами вы садисты. Все, ребята, я надеюсь, вы чутка повеселились к этому Новому году. Думаю, давайте на этом заканчивать. Не буду вас отрывать от вашего застолья, от ваших близких, родных. Так что, все, бегите к ним, бегите, берите бокалы. Я хочу вам сказать огромное-огромное спасибо, в общем, за весь этот год, за 2023 год. Спасибо большое, что продолжаете смотреть мои видео, что пишете такие хорошие, замечательные комментарии. Хочу вам очень сильно пожелать всего самого хорошего. Чтобы все ваши желания в Новом году обязательно сбылись. Чтобы все у вас было просто замечательно. Все были здоровы, и вы были здоровы. И чтобы носочков было просто вот на 50 лет вперед, и даже больше. И чтобы каждое утро вы просыпались с прекрасным настроением, ребята. Давайте чокаемся. Все, чокнулись. Я выпиваю за вас. Но я еще быстренько напомню, что если захотите, можете купить мой новый мерч. Сегодня я toxic на зоне и на сайте мамку пи. Это суперлимитированная коллекция, так что все, заказывайте себе подарочки. Фоткайтесь, присылайте. Я все эти фотки выкладываю сейчас в телеграм-канале, поэтому я всегда им очень-очень сильно рада. Чмок вас. С Новым годом!